Леонид Федорович, свои 76, настоящий герой. Из огня его едва живым вытащили спасатели. Пожар возник. Замыкание счетчика. Я получил ожог и попал в больницу. Врачи говорят, лечение пенсионера продлится не меньше двух месяцев. А шрамы и последствия ожогов не пройдут никогда. На момент госпитализации стан хоров в среднюю ступень важкости. Диагноз на момент госпитализации термичный опек головы, шеи и тулуба. Две квартиры выгорели полностью. От огня люди спасались на балконе. Человеческих жертв удалось избежать благодаря пожарным. А вот 20-летнего кота спасти не смогли. Горел электросчетчик. Пострадала вся квартира. Очень сильно в средней тяжести наш отец в больнице, во второй городской. Остались без условий проживания. Причину пожара жители называют четко. Замыкание электросчетчика. Но энергетики уверяют, вина не их. И обещают разобраться. Утверждать, что это горели счетчики, я не могу. Не было вообще прецедентов на эту тему никаких. Мы снимем этот прибор учета, посмотрим и разберемся. Сейчас я не могу ничего сказать. Но спасатели причину пожара называют уже. Говорят, вероятнее всего, две квартиры сгорели именно из-за короткого замыкания. Площадь пожара склала 50 квадратных метров. В огнем было пошкодено домашнее майно. Ориентовная причина пожара – это короткое замыкание электролеченника. Истинную причину пожара может установить только экспертиза. Но ее пока не сделали. По линии 102 дошло поведомление о пожаре. Выездом на место СОК установлено, что через замыкание электропроводки стала пожара. Это становятся причины пожара. Добиваться правды владельцам сгоревших квартир, скорее всего, придется в суде. Подобные тяжбы, как правило, длятся очень долго.